Спасите Андрея Новичкова! С такими плакатами одесситы вышли в Кировский сквер. Флэшмобом они попытались привлечь внимание к судьбе украинского моряка и собрать как можно больше подписей к петиции на сайте президента. Одессит Андрей Новичков уже больше года не может вернуться домой. Ему грозит смертная казнь в Иране. На судне, где работал Андрей, трагически погиб его коллега. Иранец выпал за борт. И хотя нет доказательств того, что украинец имеет отношение к трагедии, обвинение стоит на своем. Смертный приговор. Нам надо собрать 25 тысяч подписей. Поэтому собрали неравнодушные ребята. Ищем, чтобы собрать этих 25 тысяч подписей. И вот этот сайт. И неравнодушные друзья присоединятся. Он бесплатный. И ничего не нужно. Только свое сочувствие и согласие подписи подписать. Подписать петицию на сайте президента и спасти ее внука. Эту просьбу 80-летняя Елена повторяет снова и снова. Андрей Сирота. Его бабушка, единственная родственница, уже обошла все инстанции, обила все пороги. Если я была на прямом приемной президентом, Министерстве иностранных дел, омбудсмена, у посла Ирана, пишу, у меня целая папка документов, запросов и ответов. Это ответ и все никак. Единственное, мы рассчитываем на депутата Верховного Совета Кивалова, который, заключив договор с посольством Ирана, организовал свою группу поддержки из шести человек депутатов Верховного Совета. Они выступают с трибуны, что незаконно задержаны украинцы. Сегодня на флешмоб пришли друзья Андрея. И те, кто с ним не знаком. Все они просят поддержать украинского моряка. Доказательств того, что Андрей причастен к смерти иранского матроса, нет. Более того, сам Андрей говорит, что пытался спасти иранца. Но Одесситу все равно грозит смертная казнь. Андрей задержан в Иране. И в данном случае светские законы, то есть законы европейские, не действуют. В Иране действуют религиозное право и законы шариата. Согласно законам шариата, произошла смерть мусульманина. И в данном случае вступает в силу закон о кисосе, то есть о воздаянии равным за равное. Он означает, что если умер мусульманин, за это кто-то должен ответить. Официально никаких предложений об обмене не поступало. Но в неофициальных встречах очень многие представители Ирана, в том числе и следователи, говорили и извещали Андрея о том, что они согласны обвинять Андрея на иранского гражданина, задержанного в 2016 году в Украине по обвинению в шпионаже в городе Харьков. Поддержали фэшмоб и студенты Одесской юридической академии, молодежная организация «Будущее» Малиновского района, платформа «Будущее» и представители молодежной организации Украинской морской партии Сергея Кивалова. Молодежная платформа «Будущее» совместно с студсоветом юридической академии, совместно с молодежной организацией Украинской морской партии Сергея Кивалова, организацией «Будущее» Малиновского района и ряд еще молодежных организаций, И мы решили присоединиться к этой акции, потому что нам сегодня, и особенно молодежи сегодня, не безразлична судьба Андрея. Потому что Андрей это одессит, Андрей это гражданин Украины. И мы должны сегодня делать все для того, чтобы он был на свободе. На сегодняшний день уже с Сергеем Киваловым, народным депутатом, сделаны запросы и сделаны уже шаги для того, чтобы максимально приблизить момент, когда Андрей вернется сегодня в Одессу. Под петицией подписались лишь чуть больше трех тысяч человек. Необходимо 25 тысяч подписей. На кону жизнь одесского моряка. Анна Граденцева, Юрий Шинкаренко, телеканал «Репортер».